Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня возникла очень странная проблема. Я бросил университет на третьем годке год назад. Училась на медицинском терапевтом. Ну, что не мое, учеба была сложная, спала ночами, училась хорошо, без троек. Цель закрывалась сразу, но выматывала себя жутко. Денег не было, тяжелый период вроде бы остался позади. Я год работаю на себя, свой интернет-магазин, параллельно провожу консультации по продвижению инстаграм-страниц. Хороший доход, удобный график, путешествия, свобода, но последний месяц мне очень не хватает того состояния, когда я учился в университете. Этих страдания не доходят. Я вообще не понимаю, что со мной происходит. Я люблю свою нынешнюю работу. Откуда такие мысли? Мне иногда кажется, что я сумасшедший и не могу ни с кем этим поделиться. Ульяна, а как вышло, что вы ни с кем не можете этим поделиться? Ну, то есть, как так получилось, что не можете ни с кем поделиться? У вас нет друзей, у вас нет знакомых, у вас нет людей, которым бы вы доверяли. Как так вышло, что никому вы не можете рассказать, по сути, по сути, о том, что вот с вами происходит. Это первое. Второе. Ну, как мне кажется, исходя из того, что вы описываете, как мне кажется, вы, как будто вы себя ощущаете недостойной того, что получили. Я понимаю, как это выглядит, я понимаю, как это звучит, но вот такое у меня возникло ощущение. Ощущение от того, что, ну, не должно вам все так легко доставаться. И когда, ну, собственно, вы почувствовали, что вам началось все легко доставаться, вот, как будто бы вы стали сами от себя требовать того, чтобы вновь страдать. Вот так это, по крайней мере, выглядит с моей, ну, с моей стороны. Я, конечно, понятное дело не уверен, и я, конечно, понятное дело только высказываю свое предположение. Здесь я не претендую на истину, но выглядит все, но тем не менее, вот таким не очень, не очень хорошим, как мне кажется, образом. Вот. То есть, ваша, на мой взгляд, задача здесь заключается в том, чтобы для себя немножечко определить, а чего же конкретно вам не хватает. То есть, по форме, чего не хватает, по форме. По форме понятно, чего вам не хватает, если мы говорим именно о форме. Но, не совсем очевидно, чего вам не хватает, по содержанию. Вот. Кроме, кроме этого, мне показалось, что вы чувствуете некоторый стыд, кроме этого, мне показалось, что вы чувствуете некое стеснение от того, что с вами происходит. И я бы здесь сделал предположение, что не хватает вам определенности. То есть, вот такое ощущение, такое ощущение возникает. То вам не хватает именно определенности. В том, что вы описываете, в том, что вы ощущаете, в том, что с вами сейчас происходит, происходит, как будто бы вам не хватает именно определенности и какого-то, может быть, четкого такого понимания, что нужно делать. То есть, нормы, когда тяжело, когда тяжело, когда трудно, легче ориентироваться. Потому что в этот момент ты четко видишь, что нужно, что не нужно. Есть четкое какое-то знание и четкое какое-то понимание. А в ситуации, когда все относительно хорошо, такого понимания нет. Этот улам становится тревожным. Если вы не привыкли себе доверять, если вам сложно, тяжело себе доверять, то в этом случае как раз и происходит. Подобный аспект, это, таким образом, тотальное и глобальное, я бы сказал, недоверие к себе. Вот, собственно, именно на это я бы и хотел обратить ваше внимание. Понятное дело, понятное дело, помимо того, что, как мне кажется, вы чувствуете себя недостойны того, что вы сейчас делаете. Вы знаете, угадывается и некоторый перфекционизм в ваших, ну, в вашем описании, в описании ваших действий, так скажем, угадывается некий перфекционизм. Это ваше желание, например, учиться, там, не на три, как вы говорите. Это ваше желание учиться, ну, грубо говоря, обязательно хорошо. Вот, то есть, подобные элементы, мне кажется, могут существенно мешать и могут существенно блокировать какие-то ваши действия, какие-то ваши движения, если человеку в первую очередь важно именно, чтобы было, ну, условно говоря, чтобы было именно тяжело. Понимаете, да? то есть, в этом смысле ситуация, конечно, выглядит, на мой взгляд, не очень хорошо для вас. В этом смысле ситуация выглядит достаточно скверно для вас. Вот. И, соответственно, это важно и необходимо подкорректировать, это важно и необходимо привести к такому более-менее комфортному для вас состоянию, когда вы делаете то, что вам нужно, но не перерабатывать. Вот. Вполне вероятно, что и ушли вы по этой самой причине. Вы ушли именно по той причине, что слишком высокие требования у вас в себе были. Вот. А не столько было тяжело учиться, учиться. Вот. Хотя я верю, верю в то, что это было трудно ни в коем, ни в коем случае не хочу сказать, что вы ушли там, ну, просто, да? просто ушли, просто сдались. Вот. Нет, напротив, я думаю, что вы себя как раз таки вполне могли нехило так довести. Вот. Поэтому в этом моменте, в этом аспекте мне кажется, что вам стоит именно обратить внимание на свою требовательность к себе и как-то вот немножечко ее ну, скажем так, подвергнуть критике, что ли. Вот. Потому что сейчас на мой взгляд это одна из главных причин, к которой собственно вы ну, сменили свою роль деятельности. Может быть, конечно, вы это взоровались в том, чтобы быть врачом, хотя об этом вы ничего не спешите, об этом вы ничего не говорить. Вот. А было бы неплохо, если бы, кстати, сказали, да, просто вот помимо того, что было число учиться и помимо того, что выставили перед собой такие получаются там маловыполнимые задачи, вот. помимо этого, были ли еще какие-то основания, так скажем, у вас для того, чтобы уходить? Было ли было ли еще что-то, что мотивировало вас закончить обучение? вот. То есть, ну, может быть, вы посчитали, допустим, что оно довольно стоит, да, может быть, как-то еще что-то было. Вот. Поэтому здесь, здесь, в данной конкретной ситуации, как-будто у вас не завершилось эмоционально не завершилось окончание учебы. Вот. Так это выглядит с моей позиции. Вот. И, соответственно, вы не можете двигаться дальше. вот. Я, если честно, этому не удивлен, что вы не можете двигаться дальше, пока что у вас не завершилось, потому что уходили вы явно ну, вне самых таких позитивных позитивных чувствах уходили вы скорее всего в чувствах весьма и весьма расстроены. Вот. И это нужно это нужно сказать ну, в данном случае нормально. Я не вижу в этом ничего аномального, но если вы сами как бы себе запрещаете данную боль, например, проживать или если вы запрещаете себе как-то жалеть относительно вот того, что произошло, если вы как-то убегаете от этого, то, конечно, в этом смысле тогда будут проблемы и это в принципе нормально. Вот. такую обратную связь я мог бы вам дать. Здесь дело не в том, откуда у нас такие мысли. мысли могут быть из довольно разнообразных причин начиная вашей травматичностью и заканчивая например детством какими-то детскими переживаниями детскими травмами и так далее. На мой взгляд это не так важно. то, что с этим делается сейчас на данный момент. Вы обратите внимание к такому вопросу не задаёте. Вы не спрашиваете что мне делать сейчас как мне сейчас разобраться с этим вы или не хотите или не хотите да ну вот тут вообще например не хотите с этим разбираться или это для нас не приоритет. Вот. Ну опять же фокус в том что не так сложно найти причину чего-либо. вот не так сложно её отыскать. А как вот собственно сковора сложнее разобраться с том точнее с тем какую часть своей личности какую часть себя вы игнорируете. Это вот куда более на мой взгляд важно для вот например в случае с допустим перфекционизмом да вот вы игнорируете свою собственную норму вот попадая в ловушку комплекса комплекса отличница вот и желая например что-то доказать кому-то вот поэтому я думаю как-то так на этом всё буду благодарен за обратную связь по моему ответу позволит вам начать работу над собой желаю вам всего самого доброго удачи обращайтесь за помощь вам она пригодится отец